Парламентские выборы завершились в воскресенье 5 марта победа реформистов, которые приступили к формированию новой коалиции. Уже во вторник вечера на свое согласие подтвердили соцдемы и новички ЕСТ-200. Первая встреча была посвящена финансовому положению в стране. Промежуточные итоги ее подвел представитель ЕСТ-200 Маргус Сакна. То, что у государства нет денег, не является тайной. Важно, что все стороны, участвующие в переговорах, это признают. Важно то, что у нас не происходит состязания и обещаний. Мы будем продолжать по списку темы, посмотрим, что можно сделать, какие реформы необходимы, а не просто куда нужно добавить денег. Их можно взять лишь из бюджета. Выяснилось, что сэкономить в следующем году надо почти миллиард евро. Многие специалисты сошли такой шаг не просто нереальным, но, возможно, и убийственным для возрождающейся экономики. Пока финансовую тему решили отодвинуть на финал переговоров и заняться обсуждением идеи реформ, Понятно, что сейчас главная тема – безопасность страны. Стороны сочли необходимым подтвердить, что решение о выделении на оборону 3% от ВВП было правильным. Более того, Эстония и всем странам НАТО предлагают увеличить свои оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Пока целью является 2%, и эту цель выполнили лишь треть союзников. В НАТО нам кажется, что страны должны увеличить свои оборонные расходы. Конечно, мы поддерживаем стремление Украины в НАТО и ЕС, но мы хотим играть активную роль в восстановлении Украины. Мы продолжим поддерживать страну на всех уровнях. Следующий блок и тем, которые успели обсудить будущие партнеры – изменение правовой сферы, лесоводство, окружающая среда, безотходное производство и утилизация отходов. Далее наступил черед образования. Здесь появились первые проблемы. Высшее образование нуждается в средствах. Финансирование будет увеличено, но бесплатное обучение является нагрузкой для государства. В чем участники переговоров были едины, так это в переходе в 2024 году русской школы на эстонский язык обучения. Нотки озабоченности прозвучали в заявлении соцдемов. Переход на эстонский язык обучения не везде будет проходить одинаково легко. Школы к этому стремятся, но у каждой школы свои проблемы и нужды, разные возможности. Понятно, что если учителей нет, то и планы нельзя реализовать. Это надо учитывать, может, надо предусмотреть постепенное движение. Если 200 убеждены, что при необходимости, можно предложить русским школам финансовую поддержку, помощь советами, учителями, координацией, обменом информацией, а также дополнительной опорой кадрами из других школ. Как сошли после предварительного обсуждения, решения есть, их надо просто найти. Но можно предположить, что не все учителя, руководители школы разделяют такой оптимизм. Тем более, что, как неоднократно напоминала Кая Калас, любая одобренная хорошая идея означает, что от чего-то придется отказаться. Вчера коалиция обсуждала социальные вопросы, а сегодня энергетику. Несложно предположить, что наступил период горячих тем. Михаил Владиславлев, Роман Васильев, Новости Таллина.